С подключением изерней. Говорят, в будущем машины заменят не только пролетариев, но и креаклов со всякими фрилансерами. Уже сегодня роботы научились сажать самолеты, писать новости и даже заниматься сексом лучше многих человеков. Американские ученые считают, что в ближайшие 20 лет почти половина профессий перестанет нуждаться в людях. Располагайся поудобнее, ведь скоро из-за этих гадов мы будем сидеть без работы. Идея автоматизации производства зародилась в глубокой древности. Человек всегда искал возможность работать меньше, а получать больше. Твоя бабуля, проработавшая 40 лет на заводе, тоже бы предпочитала торговать фейсом в офисе. Просто родилась не в ту эпоху. Склонность к лене многие века двигала человечество вперед. Инновации облегчали труд, а продуктивность производства росла. Конечно, какие-то профессии исчезали, но следом появлялись новые. Распространение автомобилей, например, оставило без работы конюхов и кучеров. Но вместо них появились механики и таксисты. Вот только современный прогресс, уничтожая рабочие места, не создает достаточное количество новых. Прибавь к этому быстро растущее население Земли, и картина станет совсем печальной. Сегодня машины претендуют даже на творческую деятельность. Например, человекоподобный робот София активно ходит на ток-шоу, шутит, общается с журналистами, а совсем недавно выступала на крупном инвестиционном форуме в Саудовской Аравии. В результате ей дали местное гражданство. В Германии существует хэви-метал-группа Compressor Head, которая полностью состоит из роботов. Железяки успешно выступают в клубах, а в этом году даже выпустили альбом. А недавно в России роботы схлестнулись в рэп-баттле, текст для которого написали нейросети. Правда, вышло так же тупо, как и у людей. Я творение гения, я сверхмашина, а ты скорее не робот, а Ландо Калина. Однако автоматизация может быть полезна и в более привычных вещах. Так, искусственный интеллект по имени Хелиограф активно пишет статьи и ведет социальные сети для онлайн-версии газеты Вашингтон-Пост. В USA Today пошли еще дальше и создали бота, который может делать короткие видеоролики. Он способен переработать новостную статью в сценарий, подобрать необходимые изображения и видеоматериалы, и даже озвучить ролик с синтезированным голосом. Короче, ждем первого робота-блогера. В последние годы машины научились выполнять задачи, которые раньше казались слишком сложными для них. К примеру, Сбербанк уже давно заявил, что планирует сократить 3000 сотрудников к концу 2017 года, благодаря роботу-юристу. Этот цифровой бюрократ умеет самостоятельно оформлять исковые заявления. Это львиная доля работы банковских юристов. А вот в США уже существуют готовые программные решения, способные заменить менеджеров среднего звена. Система автоматизирует лишние операции и нанимает фрилансеров для работы, которую не может выполнить сама. Прикол в том, что пока фрилансеры выполняют задания робоначальника, он тщательно анализирует их действия. Через какое-то время бездушной машине не понадобятся даже фрилансеры, ведь они научат систему работать и за них. Звучит как сценарий нового фильма «Терминатор. Судный кофе-брейк». Складывается впечатление, что железяки могут заменить людей во всем. Даже в сексе. Калифорнийская компания Abyss Creation уже производит секс-кукол с ИИ для индивидуальных заказчиков. Такая кукла, помимо своих прямых обязанностей, может распознавать лица и поддерживать диалог с хозяином. А характер ее личности можно менять по настроению в мобильном приложении, как у Пелевина в Снафе. Пока что цена на подобную игрушку довольно высока, но спрос тоже не отстает. На недавнем фестивале электронных искусств в Австрии умная секс-кукла по имени Саманта была так популярна у посетителей, что ее замусолили грязными руками и даже сломали несколько пальцев. Возможно, скоро мы увидим социальную рекламу про опасность отношений с шлюхоботами. На самом деле страх того, что машины вмешиваются в нашу жизнь, не имеет смысла. Они давно это сделали и по-другому уже не будет. Специалисты предрекают нам несколько вариантов развития. Возможно, всеобщая автоматизация освободит человека от лишней работы, и каждый сможет заниматься своим хобби с любимой роботян. Тогда нас ждет лучшая эпоха в истории человечества. Но может, мы, как всегда, все испортим, превратившись в ленивых колобков. А роботы будут кормить нас с ложечки, пока мы проходим 42-ю часть колды. Есть и другой вариант. Вездесущие корпорации, которые захотят сосредоточить все силы машин в своих руках, установят технологическую диктатуру. Либо все будет как в классической фантастике, где роботы станут главенствующей формой жизни на планете, а люди вымрут. Такие дела. Если у тебя есть идея, как решить проблему бесконтрольной автоматизации, пиши в комментариях. И ставь лайк этому видео, пока боты лайкают всякую херню из топа Ютуба за тебя.